Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки из Шатра Авраама. И сегодня мы начинаем изучать еженедельную главу Торы, которая называется Бешалах. Хочу напомнить, что мы изучаем вторую книгу Пятикнижья, которая называется Шмот, что на еврейский переводится как имена. Есть пять книжек Торы, мы сегодня изучаем вторую. И мы говорили, что вся книга Шмот делится на три важных этапа. Это хорошо запомнить, потому что когда в изучении мы понимаем, сегодня мы изучаем первый этап, потом начнем второй этап, потом начнем третий этап. И три важных этапа – это выход из египетского рабства. Вот сегодня мы еще будем говорить тоже об этом, уже две главы у нас было про это, 10 египетских казней и сегодня сам выход из Египта. Следующий этап – это дарование Торы, важнейший этап вообще во всем человечестве, не только для еврейского народа, и построение храма. И мы можем сразу так прикинуть, что все эти три этапа, они так или иначе присутствуют в жизни каждого человека. Есть свой Египет у каждого человека, есть дарование Торы, момент истины такой, когда человек вдруг переключается и меняет формат в своей жизни, его начинают интересовать божественные истины. И следующий этап – это построение храма, своего собственного храма, как эти полученные Богом истины внедрить в свою собственную жизнь, в жизнь своей семьи, в жизнь воспитания своих детей, построение бизнеса, общение с окружающими. То есть это надо все применить, все эти три этапа. Каждый человек проходит постоянно обязательно. Если так рассматривать, то мы получим очень важные уроки, потому что все духовные ценности и духовные принципы, самое важное – их материализовать. Они должны быть применены в практической материальной жизни. В нашей главе сегодня речь пойдет о выходе из рабства. И тоже часто задают вопрос, немножко так я как бы нацелю, что такое вот рабство наше сегодня каждого человека. Эгоизм – это рабство, материальная чрезмерная зависимость, когда человек говорит, мне главное вот то, что можно пощупать, а остальное все я не понимаю. Это тоже, это все материальная такая зависимость. Часто это может стать работа, это может стать что угодно. Часто это может стать даже религиозная зависимость. Сегодня люди превратили даже религию в что-то такое сухое. Есть люди, смотришь на нее, вроде он позиционирует себя, судя по одежде, как верующий человек. Но сухой, черствый, жесткий, эгоцентричный, злобный. Ну, религия часто так приводит человека в такое состояние. Но вера в Бога – это в моем понимании, я всегда различаю религия и вера в Бога, что это немножко разные такие аспекты. Хотя, если взять само слово «religion», там найти можно много хорошего. Но часто вот так в жизни люди так говорят, а это религиозный человек, то есть как отрицательное какое-то явление. К сожалению, так часто бывает. И мы можем также рассматривать, что Египет – это бывает периодическое состояние человека. Вот не зря же евреи шли по пустыне, и книга называется «Не исход, а переходы». Потому что переходов было много, разные остановки были. Так и в жизни бывают эпизоды, как говорят, полоса черная, полоса белая. Хотелось бы, чтобы белых полос было побольше, чтобы они были пошире. Но как-то так, наверное, скорее всего, не у всех получается или у всех не получается. Потому что все равно есть какие-то времена, которые можно назвать теснины. Мицраем, Египет – это теснины, узость. И чаще всего эта узость происходит из нас же самих. Поэтому вот эта вот идея о выходе из Египта, Любавический Рэмбе говорил, что каждый еврей должен каждый день выходить из Египта. Я специально сначала это хотел обязательно сказать, чтобы мы концентрировались не только на евреях, не только на исторических событиях, а чтобы мы понимали, что Тора, она дана для каждого из нас. На прошлых главах мы говорили о десяти казнях. Очень известное много фильмов, художественных фильмов, мультфильмов, поставленных на эту тему. И мы говорили, что эти десять казней, они имели две цели, как бы две направленности. Для начала это было наказание Египта. И это общечеловеческий пример всем живущим на земле, что зло, оно не проходит безнаказанно. Так же? Люди, которые думают, что меня пронесет, буду жить как попало, и меня пронесет. Вот всех не проносит, а меня пронесет. Я какой-то заговоренный, особенный. Так бывает, но до времени. Потому что все равно придет какое-то время, когда зло не пройдет наказанно. И это был урок для Египта. Было десять казней. Фараону предлагалось все решить меньшей кровью, покаяться перед Всевышним. Все могло бы быть совсем иначе. Но он это сделать не захотел. И вторая направленность, это было спасение еврейского народа. Это была реакция Всевышнего на вопль. Когда евреи раскаялись перед Богом, просили Его о помощи. Так же мы здесь видим особенная милость ради обещания про отцам. И особенная милость ради вот того избрания, того замысла Всевышнего, которое у него изначально было на еврейский народ. В общем, казни, мы в прошлый раз об этом плотно говорили, имели две направленности. Наказание Египта и усиление веры и дерзновения вот у самого еврейского народа. И я хочу зачитать, вот с чего начинается наша глава, почему она называется Бешалах. И было, когда отпустил фараон народ. Вот это слово «отпустил» на еврейском языке называется Бешалах. И наша глава называется Бешалах. А мы знаем, что название книги, оно всегда несет какую-то глубокую суть всей последующей информации. И было, когда отпустил Бешалах фараон народ и не повел их всесильный через страну Плештим, потому что короток этот путь. «Ибо сказал, не передумал бы народ при виде войны и не возвратился бы в Египет». То есть мы видим, что изначально Всевышний, когда выводил евреев из египетского рабства, он повел их странным путем. Был какой-то короткий путь. И как бы мы понимаем с первого взгляда, что короткий же путь лучше, чем длинный. Это же быстрее. Но оказывается, не всегда. И Всевышний не повел их быстрым, простым путем, который точно там был. Мы сейчас немножко разберемся. А повел их каким-то странным путем. «А Бог шел перед ними днем в столпе облачном, ночью в столпе огненном, чтобы светить им, чтобы шли они и днем, и ночью, и не отходил от них ни днем, ни ночью». То есть мы видим, что, во-первых, странный путь. Но мы видим, что во время этого странного пути полное сопровождение Бога и днем, и ночью. Долго не надо рассказывать. Я думаю, вы все знаете, как этот столб облачный был. Потом его сменял ночью столб огненный. И получается, что стан был защищен и впереди, и сзади, и сверху, и снизу. Везде была защита. Даже змеи-скорпионы не могли залезть в стан. Не говоря уже сверху, ни стрелы залететь. Ничего не могло, потому что Всевышний и днем, и ночью, он шел перед. Он еще и был как GPS. Он показывал дорогу, куда идти. Потому что по пустыне же трудно идти. И мы видим, что по инициативе Всевышнего, он их повел совершенно другой дорогой. Они откуда знали? Рабы большое количество лет были в Египте. Они не очень знали эту дорогу. Что было дальше? Мы немножко посмотрим прямой смысл. Что когда они вышли, мы знаем, что была там нормальная дорога. Например, когда семья Якова пришла в Египет. Никто же через море не проходил. Когда дети Якова ходили туда-сюда один раз, второй раз. То есть никто через море не ходил. Там была какая-то прямая дорога без моря. Зачем же понадобилась вот эта вот петелька? И объясняют нам наши мудрецы, что они вышли и они пошли. А потом Всевышний повел их вот этим вот специально путем таким сложным. И получается, что они вернулись вообще к Египту. Там есть такое место. Они вернулись почти к Египту. И соглядатые фараона, которые объясняют мудрецы, что некоторые были уже в стане, некоторые увидели с другой стороны. И они пришли и доложили фараону, что евреи вернулись, что их заперла пустыня. И что мы видим? И эта именно информация спровоцировала фараона. Он сразу расправил плечи. Говорит, я же говорил, и никуда они не уйдут. И мы сейчас соберем войско, и мы сейчас их загоним обратно, и оденем на них кандалы. Мы их догоним и победоносным шествием вернемся с рабами и вернем их в Египет. То есть первое мы видим, это спровоцировало фараона. И дальше мы видим, что произошло вот это вот раскрытие моря. Вот эта тупиковая ситуация. Евреи действительно в страхе перепугались. В прошлом году мы рассматривали эту ситуацию, рассматривали, что там четыре мнения произошло. Лагерь разделился на четыре точки зрения. Ну, как шутят комментаторы, на четыре партии. И у каждой партии была своя точка зрения. Кто-то говорит, давайте вернемся в Египет, чтобы мы стали там обратно рабами, лучше в рабстве, чем мертвыми. Кто-то говорит, давайте погибнем, как герои. Ну, и так далее, и так далее. Не будем возвращаться, потому что это отдельная тема. И для чего нужен был этот странный возврат? Вот, если как вы... Мы видим так же самое, все в тех же двух направлениях. Что-то это было для наказания Египта, что-то было для поднятия веры и духа еврейского народа. Значит, после моря, когда Всевышний открыл море, евреи прошли через море, а за ними, с войском фараоном, море закрылось. То объясняют нам комментаторы, что все вот это вот нужно было, вот эта петелька, по которой прошли евреи, нужно было, чтобы поставить последнюю точку дерзости Египта. Что мы видим, фараон не раскаялся, и он решил пошутить Всевышним. И поэтому это последняя точка дерзости. Как говорят, есть терпение, есть долгое терпение, есть конец терпения у Всевышнего. И с другой стороны, это было как бы как рекламная акция, немножко таким современным языком, можно сказать, да, что все народы смотрели, все окружающие народы понимали суть вот этого конфликта. И все смотрели, чем это закончится. И такая победа, это, конечно, было прославление Всевышнего, и демонстрация его силы над грехом. Ну, над злобным, таким, непрекращающимся войной против Бога, фактически, да. И следующий момент, мы видим, что таки в лагере еврейском разделились мнения, когда они увидели такую опасность. Люди начали говорить, давайте вернемся. То есть, о чем это говорит, что еще не произошло внутри людей полное избавление такое. Да, они еще одним глазом посматривали назад. Так, когда евреи увидели, как закрылось море, и фактически перестал существовать Египет, как такая страна, которая она была, то это навсегда отрезало желание у евреев вернуться. Так, когда сзади уже все, ничего нет. Вчерашнего дня уже нет. Туда вернуться нельзя. Знаете, как люди часто вот становятся, скажем так, верующими людьми. Ну, выросли в другой среде. Я думаю, что многие понимают, о чем идет речь. И потом человек потихоньку начинает верить. Но потом начинаются первые трудности, там, связанные с деньгами, или там, с чем-нибудь, с образом жизни каким-то. Что-то начинает исправляться. Это же не проходит бесследно. Это же как-то ощутимо происходит. Так, и евреи говорили, мы там кушали, там с мясом, котелки у нас были, там нас хоть кормили, а тут пустыня. Они все время вспоминали, пусть что-то плохое было, но что-то было такое, что было полегче как-то. И первые трудности, человеку хочется вернуться. Это, ну, ладно, жил же как-то до этого времени, еще так поживу. Так вот здесь вот Всевышний сам помог таким образом, что возвращаться уже некуда, никуда ты уже не вернешься, потому что там, где ты был, уже нет того места. Так что некуда возвращаться, поэтому полный вперед, у тебя теперь только одна дорога, получить Тору в землю Израиля, и там ты увидишь, как оно будет все хорошо. Объясняют нам наши мудрецы, что вот это вот море и вот это все, что происходило, чтобы взрастить, или как можно сказать, укрепить у еврейского народа качество бетахон. Что такое на еврите качество бетахон? Это качество уверенности в Боге. И мы сегодня вот об этом качестве как раз поговорим, потому что, ну, его всегда не хватает. Вот всегда не хватает этого качества. Его надо в себе, вот просто научиться его держать. Мы видим все праведники, вот даже недавно мы рассматривали, как Яков возвращался при встрече с Исавой. Написано, что испугался Яков. То есть почему он испугался? Праведник такого уровня, такая практика жизни с Богом. У Лавана он там сохранился, все преодолел. И все равно все время есть какой-то страх, все время есть какое-то сомнение. И поэтому вот это качество бетахон уверенности в Боге. Часто люди говорят о вере в Боге. Вера в Бога – это понятие, надо объяснить, что люди имеют в виду. Потому что, когда человек говорит, я верю в Бога, то следующий вопрос ему можно задать, что вы имеете в виду? Ну, потому что каждый понимает это по-своему верить в Бога или быть уверенным, доверять Богу. Это немножко разные вещи. Так вот, наши мудрецы всегда делают аспект на доверии к Богу, на вот этом качестве уверенности, когда человек делает то, что Бог говорит, невзирая ни на какие обстоятельства, несмотря на то, что внутри него самом идет сопротивление. Но он доверяет Богу больше, чем доверяет себе. И, конечно, такое качество не могло взяться у вчерашних рабов, которые люди долгие годы были в рабстве. Этого качества просто не было. Поэтому его надо было Всевышнему в них как бы зародить, а потом еще укрепить и сделать его стойким, постоянным качеством. И вот именно вот это вот раскрытие моря, вот это вот такое чудо, которое поломало природу, оно и послужило вот в начале 10 казней в течение года. Это создавало в евреях вот это качество уверенности. И вот это была как бы жирная точка. Объясняют нам наши мудрецы, что когда раскрылось море, что каждая простая женщина, самая простая обычная женщина, она видела тайны больше, чем все последующие пророки. Вот такое раскрытие Всевышнего произошло. Малые дети, которые перешли через это море, первое, что они сказали, вот он Бог спаситель наш. Это были первые слова, которые они проронили. То есть они увидели действие Всевышнего вот в реально, в материальном мире. И вот это качество, оно зародилось у всего народа. И вот это вот качество доверия. Интересно, мы немножко сейчас посмотрим, что эта идея вообще, она сокрыта в названии самой главы Бешалах. Я взял специально еврейский такой комментарий. Начинается наша глава с таких слов «И было, и фараон отпустил». И вот это слово «было» на иврите пишется «ваеги». И было. «Ваеги». И это слово, оно часто встречается. И в данном написании, я не буду сильно раскрывать там идеи, ну, вы можете это проверить, если вам интересно. Я уже прочитал комментарий, вам скажу вывод только, что вот это слово «ваеги» в данном аспекте написания, он несет такую идею, «И было». Переворот момента немножко с отрицательным оттенком. То есть что-то перевернулся, какой-то момент, вот когда отпустил фараон, «И было» — это какой-то отрицательный момент. И дальше слово «с переворотом», да, что даже фараон обрадовался, что-то у евреев такое произошло, что фараон говорит, «О, попались родные, сейчас все станет на свои места». И вот это слово «бешалах» «отпустил фараон», вот это слово «бе», «бешалах», «бе» — это «внутри», а слово «шалах» — это «отпусти». С такими словами «шалах» Маше пришел к фараону с повелением от Бога. Когда Маше пришел к фараону, что он ему сказал? Он как повеление ему сказал, «отпусти мой народ». Он использовал вот это слово «шалах». И наши мудрецы вот это слово «ваеги» «бешалах», они так объясняют, что фараон находился внутри повеления Маше. То есть это фараон думал, что он всех перехитрил, но на самом деле он находился внутри повеления Бога, то, которое передал ему Маше. И вся вот эта петля с переворотом, это все был замысел Всевышнего. А фараон думал, что он самый умный. Тоже такая интересная, наглядная картинка, да? И мы немножко уроков отсюда исчерпнем. Самый простой урок, что когда мы чего-то достигаем, идем в правильном пути. Ну, что может все пойти не так, как нам удобно. Вот для чего нужно это качество уверенности? Человек может нарисовать себе какую-то картинку, как он понимает свою лучшую жизнь. Ну, это может так и будет, да. Но это может быть немножко попозже. Но сразу может что-то пойти не так, как тебе кажется. Так же? Ты какие-то мечты, ты это... И вот тут нужно вот это качество бетахо. Нужно качество уверенности, качество доверия, чтобы не остановиться, чтобы не опустить руки, чтобы не сказать, да ну его, это мне все померещилось. Это лучшая жизнь, это светлое будущее. Пусть будет как придется, не дай Бог, да. Вот это вот качество уверенности. Царь Давид говорил такие слова, что человек уверенный во Всевышнем, вокруг него всегда будет милосердие. Человек уверенный во Всевышнем. Вот часто, посмотрите, Давид так любил, мы видим по характеру он такой был, он всегда уповал на Бога. Что бы ни происходило, какие бы трудности, сын предал, враги, близкие предали, еще что-то. Он всегда уповал и доверял на Бога. И он говорил, уповающий на Бога не постыдится. То есть, тот, который доверяет Всевышнему в любой момент, вокруг него будет милосердие. И что интересно, не заслуга, не благословение через то, что ты заслужил. А милосердие, это совсем другое качество. Это даже если ты где-то не так что-то сделал, но ты уверен в Боге, будет милосердие. Потому что с искренним Бог поступает по искреннему. Он тебе сам поправит, он тебе мягко как-то поможет, он тебе как-то сделает так, что никто ничего вокруг не догадается. Но это будет милосердие Всевышний, человек, который умеет доверять Богу. Вот почему это такое важное качество. И мы знаем, что вот это вот рекламная акция интересная. Евреи даже не предполагали, что для чего все это надо. Казалось, что это сейчас провал. Египтяне за нами гонятся. Зачем такой сильный экзамен? Такие страшные испытания. Но мы можем здесь вынести еще один урок, что мы не знаем, для чего вот Всевышний сейчас что-то делает. Ведь потом, когда они перешли море, и они шли по этой пустыне, написано, что и был страх Божий на всех народах по причине того, что все знали, что Бог сделал для евреев вот это открытие моря, утопил египтян и так далее. Дальше мы будем видеть, Итро услышал, что Всевышний сделал с моря. То есть все народы слышали вот этот вот случай. Но евреи же не предполагали, когда это с ними происходило. Они же не предполагали, что это потом им поможет настолько сильно и настолько мощно. Помните, когда пришли евреи, когда Ишуа-бен-нун привел евреев в город Ерехо, и когда блудница Рахав там вышла, что она сказала? Мы знаем, что Бог отдает вам эту землю. Все народы в страхе. Все народы знают, что Бог для вас сделал, открыл море и так далее. Это потом стало. Поэтому, когда Всевышний что-то делает, и тебе сегодня, возможно, это немножко не нравится, и ты не знаешь, что будет потом. Он же тебе не сказал об этом. Тут надо вот это качество, бетахон, я доверяю Богу больше, чем себе. Вот это вот, вот это качество, оно у них должно было вырасти, как говорится. Теперь немножко мы, вначале мы это посмотрели, насколько это важно, и Бог делал чудеса. Теперь хочу второй такой, как бы, урок, чтобы мы вынесли. Вот, а насколько важно вообще такие чудеса, когда ломается природа? Обратите внимание, что в Торе было очень много чудес, о которых очень мало говорится с таким каким-то восклицанием. Ну, например, для Ишуа Бену на солнце остановилось. Разве это не чудо? В Торе есть несколько воскресений из мертвых. Это чудо, это исключение. Задается вопрос, почему на чудесах не делается какой-то большой пиар? Ну, и все очень просто. Вообще, в иудаизме, в еврейской, как бы, философии надеяться на чудеса считается дурным тоном. Надо понимать, что Бог делает чудеса, но уповать на чудеса, надеяться, ожидать чудес, это считается нехорошим тоном, считается неправильным. И мы можем тут вот увидеть, достаточно вообще, ну, чудес, чтобы вот эта уверенность, она сформировалась внутри человека. Мы можем увидеть, что недостаточно. Мы можем увидеть, что прямо в нашей главе Бешалах, если вы посчитаете, я у себя в Торе там посчитал, было ровно четыре ропота. Четыре ропота. То есть представьте, натура человека, это же она не только у тех евреев такая была, она наверняка и у нас такая. Человек видит открытые чудеса своими глазами. Женщина видела, как море разошлось. Она стала понимать больше, чем пророк. Представляете, весь народ через это прошел. Год были такие чудеса, десять казней. Тут казни, тут нету. Раскрытие моря, смерть египтян, все вот это вот происходит. И тут же, прямо они выходят, и тут же четыре ропота народа. И что они говорили? Первый ропот, сразу, когда они еще, только еще у моря были. Первое, что они сказали, разве могил нет в Египте, ты вывел нас умирать. Ну ладно, это еще не было последнего чуда, море не разошлось. Можно как бы подумать. Но дальше, они прошли немножко дальше, что будем пить. Потом они говорят, мы сидели в Египте у горшков с мясом, ели хлеб досыта, что будем есть. То есть, такой обычный ропот. Но если мы глянем, эти две причины, они, в принципе, очень глобальные в жизни любого человека. Вот когда человеку нет есть, и нет пить, то сразу, неважно, в каких он погонах, неважно, сколько у него золота, у них же золото было с собой, серебро было с собой, у них были с собой несметные богатства. Ведь они же выпросили это у египтян. Но приходят вот такие вот обстоятельства, и что, и начинается ропот. Дальше остановка в Рефидиме, обратно, дайте нам воды. И Всевышний дал им, дал им и перепелов, дал им иман, который 40 лет сопровождал их в пустыне, дал им сверхъестественный колодец, который с ними, он все им дал. Но сам факт, сам факт, что чудеса, чудеса, они не формируют уверенность в Боге. Даже в простых вот этих мелочах и деталях, что Бог тебе даст, что кушать. И даст тебе, не умрешь ты от воды. И сразу начали роптать. То насколько важны вот эти чудеса, которые они происходят. Какой-то такой внешний эффект, конечно, вау, они сказали. Конечно, какое-то качество у них зародилось. Но это не было столь глобальным и столь ежедневным качеством, которое должно быть у нормального верующего человека. Вот это качество доверия Богу. То есть завтра все будет хорошо, и послезавтра все будет хорошо. А если даже все пошло не так, как мне кажется, так Бог лучше знает. и все равно Он делает так, как будет хорошо. Просто мне не видно какие-то внутренние моменты, внутренние мотивы. Ведь вот это раскрытие моря, что они увидели, то мудрецы объясняют, что такое вот это раскрытие моря, как в духовном плане. Что как море закрывает все, что сокрыто внутри, так мы не можем понимать намерения Всевышнего. Они для нас сокрыты. иногда Он когда-то открывает. Открывал через пророков, например. Но есть совершенно такие ситуации, которые нам не дано понять. Надо доверять, что там в море все правильно. Всевышний там все создал, хоть и сокрыто, все правильно. Но когда Он открыл, они все увидели, как оно есть. Они видели, как умирали египтяне. Каждый получал свое наказание. Мы об этом в прошлый раз говорили. Все происходило, они все увидели, все поняли до мельчайших идей. И все равно, смотрите, и все равно ропот. И все равно ропот. Дайте нам воды. И, кстати, интересный момент. После последнего ропота написано «И пришел Амалек воевать с ними». То есть тут тоже важный урок мы можем увидеть. Это качество бетахона, оно очень важное. Вот эта вот уверенность, доверие Богу. Почему? Оно притягивает милосердие Всевышнего. А наоборот сомнения приводят Амалека, который приходит воевать с ними. Там прям так и написано «Стали они роптать и пришел Амалек». То есть четкое и явное следствие ихнего ропота. Поэтому важно научиться. Вот это качество, оно формировалось на протяжении всех сорока лет пустыни. И вот это саможалость тоже интересный момент. Знаете, люди часто начинают себя саможалость. Что вот этот ропот вызывает? Мы там кушали, у горшка с мясом сидели. И люди начинают сами себе вот это саможалость. Бывает такое, меня никто не любит, меня никто не ценит, а я столько делаю. ну жена может любая так сказать. Ну и муж может так любой сказать. И ребенок так может любой сказать. Я такие оценки приношу, я такой хороший. А мама любит старшего брата больше. То есть это обыденное, вот это саможалость, когда человек начинает сам себя жалеть. Но я однажды услышал выражение такое, хочу с вами поделиться, но у меня вот застолбилось в своем сознании, что Бог не реагирует на саможалость, а Бог реагирует на доверие к нему, на вот эту веру, на упование на него. Вот на это Бог реагирует, а на саможалость нет. Он подождет, пока ты перемучаешься, пересамосожалеешь сам себя. Да, но такие состояния могут перетечь там уныние, глубокую депрессию, в болячки и так далее, не дай Бог. Поэтому это не так, не так, как кажется. Это нервы, это очень серьезный момент. Поэтому было важно, Всевышнего же была идея для еврейского народа стать священниками, поэтому он подготавливал внутри у них вот этот правильный характер и правильное доверие Богу, потому что когда ты имеешь дело с Богом, ты не будешь все понимать. И это качество, оно основное, которое должно быть, доверие Богу. Это качество мы видели в Торе у Авраама, когда говорят, Авраам поверил Богу, это же неправильный перевод. Авраам доверился Богу и это вменилось ему в праведность. Он оставил свой дом, оставил свою землю, оставил место, где он вырос, оставил все, кем он там был и что, и он пошел, доверился Богу, пошел в неизвестное путешествие, просто потому, что Всевышний ему об этом сказал. Иди, я буду с тобой, доверься мне. И Авраам пошел. И вот это качество, это то, из чего нам надо взять пример. Теперь дальше момент. Ну, мы понимаем, это есть немножко разгадка на ответ, почему Всевышний не повел евреев кратким путем. Потому, что чудес было мало. Вот, а на чем человек строит свою жизнь? Он строит на изучении Торы, на заповедях, да, и именно это по-настоящему наполняет его жизненной энергией. И поэтому Всевышний, знаете, простейший пример, что человек, например, ну, вот, хочет что-то приобрести. Ну, вот, возьмем пример евреев, которые вышли из Египта. Да, они же должны были прийти в страну и построить там страну, сделать там государство, то есть, систему политическую, экономическую. А были ли они на это готовы? Были ли они готовы на это ментально? Мы видим, нет. Были ли у них какие-то знания? Ну, они получили Тору, но можно ли Тору сразу понять, или ее какое-то время надо ее пропитаться ей, понять тонкости, смыслы, какие-то, пропитать свою душу Торы, внедрить ее в материальный мир? То у них все это как раз и было время, потому что путь был не короткий, чтобы они все это сделали, потому что невозможно, возможно же было из пункта А сразу перепрыгнуть в пункт Б, зачем вот эта пустыня, зачем этот длинный путь, но невозможно, невозможно, потому что они должны были, они вышли из Египта, но Египет должен был выйти из них, и на это надо гораздо больше времени, чем иногда человеку кажется. И это ответ на вопрос, почему люди молятся Богу и не получают быстрые ответы, потому что часто человек говорит, я хочу то, я хочу то, я хочу там хорошую работу, большое количество зарплаты, денег, и тогда я буду там, когда человек часто получает такое количество денег, у него даже характер, он не в состоянии даже овладеть таким количеством денег, он на завтра ходит с вот таким носом уже, он не замечает вчерашних друзей, он уже вообще совершенно движется в другом направлении, почему, он не выдержал такой нагрузки, он оказался неподготовленный, или быть большим начальником, человек говорит, я хочу быть начальником, хорошо, ты завтра будешь издеваться над подчиненными, даже не понимая, что ты делаешь, почему, ну ты просто неподготовлен, тебе надо какое-то время, чтобы подготовиться, надо поработать вначале не начальником, научиться, понять все тонкости ремесла, понять все подводные камни, все вот эти понимания, что такое плохой начальник, прочувствовать немножко это на себе, так же, и потом, какое-то пройдя время, но это не всегда короткий путь, вот поэтому иногда Всевышний делает, мы как бы немножко не понимаем, поэтому в этот момент надо качество доверия Богу, и понять, что он лучше знает, когда надо, он лучше знает, как надо, я буду доверять, но что я буду делать при этом, не просто сидеть на место, а изучать Тору, работать над собой, формировать свои качества, раскрывать свои вот эти вот потенциалы внутри себя, и готовиться, все время готовиться, все время идти в ту землю, формировать себе вот это качество, уверенность и другие качества, теперь интересный момент, очень такое большой урок для нас имеет вот это вот, что Всевышний дает ман еврейскому народу, каждый день люди получали порцию манна, и что интересно, что в Торе сказано, я испытал вас манном, то оказывается манн, это было, ну, да, благословение, но это было еще и испытание для еврейского народа, то есть, именно манн в течение вот это сорока лет помог сформировать еврейскому народу вот это качество уверенности во Всевышнем, то есть, вот этот манн, это было именно формирование доверенности, а формирование это не событие, это не чудо, а это уже процесс, да, и мы немножко поговорим, вот как манн связан с формированием уверенности, именно с таким, которое действительно не развеется после первого страха, после первого испытания, и что было сказано про манн, было сказано так, что собирать его можно только на один день, люди, которые брали на несколько дней, знаете, как сразу, ну, я представляю просто, ну, это я так пофантазирую, все равно же кто-то нашелся, Маше говорит, манн собирать только на один день, кто наберет на два дня, оно испортится, ну, люди же, как всегда, пошли, но кто-то думает, никто не видит, я еще в горшочек наберу, еще и в сеточку с собой, иди, знай, как, оно же лишнее, и сеточку туда, приходит домой, смотрит, горшочек, все нормально, на всю семью хватило, вот сколько человек в семье, на всех хватило, а в сеточку залазит, а там черви, манн кушать уже нельзя, то есть он испортился, то, конечно, уже на следующий день, может, еще попробуют, но на третий день уже сеточку брать точно не будет, то есть уже началось формирование уверенности, что и на завтра выпадет манн, и на послезавтра выпадет манн, и потом еще выпадет манн, и потом уже, они уже привыкли доверять Всевышнему каждый день, а представьте вот так вот жить, нет утром мана, ты ложишься спать, и у тебя в холодильнике ничего нет, ты не знаешь, будет у тебя утром, что кушает в твоей семье большой, а детей было много в каждой еврейской семье, и ты не знаешь, что у тебя будет кушать, и утром обратно манн, и обратно манн, и интересно, манн приобретал еще любой вкус, какой человек хотел, там была особенность в этом мане, кроме вредных продуктов, которые были вредны беременным женщинам, там есть тонкости, что Всевышний здесь побеспокоился, поэтому, когда мы сейчас кушаем сухарики, со вкусом лука, чипсы со вкусом там, да, разным, всяким, сыра, то это все тоже изобретение, изобретение пустыни, вот так вот они кушали манн, любого вкуса, захотел вкус какой-то, и кушаешь манн, и любого вкуса, следующий был интересный момент, что собирание, собирание манна, зависело от уровня духовности человека, то есть, объясняют нам мудрецы, а где ты собираешь манн, то кто-то выходит из шатра, люди, которые изучали Тору, ну, старались работать над собой, старались жить по заповедям, которые Всевышний давал, выходит из шатра, и вот тебе манн, и они собрали быстренько и все, кто-то поменьше, кто духовности, шаляй-валяй тогда, выходит, никакого манна рядом нет, давай искать, пошел метров через 500, нашел манн, ну, туда пошел, пока искал, пока набрал, пока вернулся, пару часов на это ушло, а некоторые, которые, да, мы вместе со всеми, пусть они учатся, а мы вместе с ними идем, да, бывают такие, то там пошел, 500 метров пошел, нет, уже все собрали до него, и пришлось идти аж в конец стана, то есть на это потратить тоже надо полдня, то есть манн там манн, но тоже не всеми каждому, интересный момент, объясняет нам наши мудрецы, что это как бы стимулировало людей, ну, тоже иметь уверенность в Торе, и в законах, они видели, очевидно, что, ну, изучать Тору, и работать над собой, и жить по заповедях, это важный момент, и получалось, бывало такое зрелище, смотрит там какой-нибудь там Хайм, вчера он еще ходил километр, идет с горшочком такой, весь замученный домой, а сегодня он уже, смотри, уже 300 метров ходит, а завтра ему уже выпадает прямо под дверь манна, то есть видно, что человек духовно растет, и сам он видит, и все люди понимали, и видели друг друга, никто никого не упрекал, но Всевышний сам сделал такой небольшой урок-экзамен, и у людей формировалось вот это качество доверия, и это такой самый такой простой пример, который можем мы увидеть, вот сегодня, качество доверия, почему роптать их заставили, самые простые вещи, нет воды, нет еды, потому что это то, что каждый человек, если задумается, то это в его жизни есть самое главное, ведь человек работает, зачем, вот часто говорят люди, работы нету, все ищут работу, ну, получить работу, это действительно большое благословение, потому что нет работы, нет хлеба, нет работы, нет еды, нет работы, нет качественного воспитания детей, сегодня такая жизнь, правильно же, то вот эти мелочи, а с каким состоянием человек проходит, бывают трудности, вчера было, сегодня нету, завтра опять есть, потом опять нету, ну, вот мы смотрим даже, ну, так у людей происходит, сегодня был интересный бизнес, завтра появились конкуренты, у тебя был магазин, завтра рядом вырос супермаркет, и у тебя было все замечательно, до вчера, пока там не вырос супермаркет, и у тебя начинается, как ты будешь дальше, и люди ломаются, люди начинают нервничать, люди болеют, и даже умирают, они не могут справиться с таким испытанием, у них начинается агрессия, у них все, все пропало, и вот тут нужно качество бетахон, нужно качество уверенности, вот это доверие в Боге, что пришла трудная минута, и завтра будет что кушать, и послезавтра будет что кушать, и главное, чтобы я, главное проверить себя, не нарушаю ли где-то я, иду ли я в правильном режиме, вот это вот важно проверять, что не по причине ли, ну, какого-то моего там, расслабления, мне сегодня надо ходить километр за маном, а вчера еще падала прямо возле шатра, например, да, то есть человек проработает, оно, все это делается с чувством доверия Богу, все это делается без нервотрепки, надо так стараться, оно все равно приходит, нервы, но человек, который знает, через понимание вот этого всего, вот это качество доверия, оно сохраняет его в спокойном, в спокойном состоянии, и Всевышний реагирует на такое доверие, и даже если человек что-то где-то не доработал, он дает ему авансом, он дает ему какое-то послабление, он проявляет милосердие в его жизни, вот такой вот у нас урок с маном, и вот это вот качество доверия, оно дает человеку возможность и силы, двигаться дальше через любое испытание, я хочу вам рассказать две истории, и мы на них закончим, я их очень сократил, возможно вы уже слышали эти истории, их хорошо, когда рассказывают рядом вместе, про двух праведников, вот как качество, вот это доверие, уверенности, как они это внутри себя ощущали, как они это называли, значит история с раби Акивой, очень известная хасистская история, когда он путешествовал, хотел попасть в один город на ночлег, у него был осел, петухи, свеча, его не приняли в этот город, ну и кажется, ну он говорит Всевышний, ну, если ты хочешь, чтобы я спал в лесу, буду спать в лесу, значит все к лучшему, раз ты так не благословил меня сегодня, чтобы меня приняли в хорошую гостиницу, буду спать в лесу, он расположился в лесу, и потом по очереди, там все происходило, он читал Тору, зажег свечу, и потом по очереди, задуло свечу, леса схватила петуха, и волк загрыз осла, то есть он все потерял, и каждый раз он говорит, все будет хорошо, все будет хорошо, лег спать и уснул, наутро проснулся, то место, куда он хотел прийти, сгорело, ночью пришли бандиты, все спалили, все разорили там, ограбили, и ушли, и он понимал, что они шли через его лес, и если бы у него была свеча, они бы увидели свет, если бы у него закукарекал петух, они бы услышали голос петуха, если бы начал там осел, издавать звуки, они бы услышали осла, поэтому если бы все это не погибло, то он был бы сейчас мертвый, а если бы его вначале взяли ночевать в эту деревню, то он был бы сразу там мертвым, и поэтому он сказал, все будет хорошо, то есть то, как и у евреев, они сделали петлю, но будет потом, это им все понадобилось, просто сейчас они не могли видеть, но он, зная Бога, ему же он же все потерял, реально потерял материальный ресурс, но он сохранил жизнь, а остальное все вернется потом, жизнь уже это все, а остальное можно заработать с помощью Всевышнего, то он говорит, все будет хорошо, а есть другая история, про рабе Нохума из Гамзо, и тут тоже есть интерес, однажды император в то время создал такой указ, который угнетает евреев, и евреи выбирают этого Роб Нохума, и посылают к императору решить вопрос об отмене этого жестокого указа, и дают ему такой ларец с жемчугом, и когда он шел, он остановился там в одной таверне, переночевать, и хозяин этой таверны украл у него жемчуг, и подменил ему, дал ему землю, и когда Роб Нохум пришел к императору, передал прошение от евреев, чтобы отменить этот указ, и принес в дар этот ларец, император открыл этот ларец, представляете, а там земля, он закрыл ларец весь разгневанный, говорит, посадить его в темницу, и казними, вот такая дерзость, такая наглость преподнести императору, его посадили в темницу, он говорит, все хорошо, то есть, что значит все хорошо, он говорит, уже все хорошо, вот это то, что меня посадили, это уже все хорошо, ну нормальный человек, в нашем понимании, нормальный человек так никогда не скажет, завтра тебя повесят, будет тебе все хорошо, но человек внутри себя, говорит, не все будет хорошо, вот разница, а все хорошо, прямо вот сейчас все хорошо, на завтра что происходит, на завтра советник этого императора, говорит, смотрите, ну что-то тут не так, не могут евреи, они же хотят с вами договориться, Они не могли так вам кинуть Что-то неправильно Это какая-то волшебная земля Я слышал, что Авраам с помощью волшебной земли Выигрывал битвы Император говорит, давай попробуем А у них как раз там война была в одном месте Они взяли эту землю, пришли, бросили Там на месте войны И выиграли поле битвы И император быстренько Из Гамзо Вытянул Из камеры Его наградили, отменили все указы Поблагодарили и дали ему еще Кучу каких-то подарков Хороших, дороже, чем то, что он потерял И он пошел И указ выполнил, еще и богатство Какое-то принес И он говорит, все хорошо Вот эти вот две Две Как бы в чем разница То он говорит, все будет хорошо А этот говорит еще больше Он говорит, вот будет это понятно Вот прямо уже сейчас хорошо И вот это вот качество битахон Качество уверенности Когда приходит испытание Вот в этот момент Сохранить самообладание И можно это сделать Только доверяя Богу Пусть всех вас хранит Всевышний И в свое время Даст нам всем свое благословение Хорошей недели